Привет, любители футбола! Вы на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштиг Дмитрий. Мы с вами продолжаем проходить карьеру в игре ФА-15 за торпедо Москва. Как лихо мы в прошлой серии с вами вздернули... Кого? Кого мы вздергали? Надо посмотреть. Отлично. Ну, я помню счет, на самом деле, 3-0. А, Рубин, Рубин, господи, Рубин, как я мог забыть? Конечно, один из лидеров чемпионата Рубин проиграл нам 0-3, а сегодня мы будем арсенальскую Тулу выбивать с девятой строчки, как минимум их. Если там Краснодар сыграет на победу, и мы на победу, то мы, конечно, Краснодар позади себя не оставим, а это значит, что поднимемся на десятую, а не на девятую. Но будем стараться сделать все, что зависит от нас, дабы арсенал Тульский, как минимум, стал дышать нам в затылок на два очка, а не мы к ним. В общем, как-то так. Ндоя на первом месте, Еременко и Камбаров на втором и третьем местах, соответственно, по 10 мячей у каждого второго и третьего места. Ндоя 13. У Шатова, кстати, тоже из «Зенита» 10 мячей. Это я, кстати, оглашаю список лучших бомбардиров сегодняшнего, не сегодняшнего, а нынешнего турнира. Касаев Алан на пятом с девятью мячами, но и с ним же наравне наш Уго Виера, который недавно был на третьем, сейчас опустился на шестое место, тоже с девятью мячами. Если, в принципе, забьет один-два мяча, то поднимется опять на первое-второе, ну, на второе-третье место, прошу прощения. Так, а давайте-ка глянем, знаете что? Давайте глянем, кто тут есть еще из кого-нибудь, какого-нибудь известного нам футболиста есть здесь. Вот Шевченко. Наш Шевченко, Игорь, шесть мячей у него забил, да? Или у него и было шесть, не помню. По-моему, у него и было шесть мячей, то есть с момента перехода его в Терек ничего не изменилось. Ладно, давайте перейдем к гостевой встрече против Арсенала. Тульский Арсенал нас будет принимать, мы сыграем с ним в гостевой форме. Добавная домашняя форма у Арсенала, мне нравится. Так, ну и стартовый лист. На самом деле, я бы хотел, знаете что? Я бы хотел Белезинову, наверное, под нападающими в этом матче увидеть. Вместо Камбарова я опять же выпущу Багаева на эту встречу. А вот Стиванович выравнивается, поэтому красавчик этот будет стоять в основе. Тимащук, извини, дружище, ты побудешь в запасе Белезина, Деньяр. Почему? Потому что он круто проявил себя в последних играх. Ну и Кулешову я хочу дать отдохнуть время немножко. Прийти в себя, так скажем. Если что, еще Тимащука выпущим. Выпущим, выпустим. Конечно же, Алексей Бараховский будет наш судьей и нашим судьей. Что-то с моей речью не то. Бывает такая херня. Кто-то мне сказал, что Мулин, Камиль, не развивается. Ну, смотрите, был 59, уже 60. Это у меня за пару матчей. А у вас, видимо, не развивался он, потому что не проявлял себя особо. Там был комментарий просто типа, мол, держал Камиль Мулин на основе, в стартовом составе, целый сезон не поднялся на бал. Ни хрена. Вот пацан забивает и, в принципе, показатели его растут. Ну, вот с Рубином, когда играли, дубль он отхлобучил. Еще мог кучу мячей забить. Так еще и голевую выдал. Вот, показатели выросли. Так что не надо меня тут деморализовывать. Буду надеяться, конечно, на развитие Мирзова, Лунгу и Мулина. Очень буду на это надеяться. Это наши такие столбцы надежды в атаке. Новосельцев, 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 господи. Конечно, будет развиваться вплоть до выхода выздоровления Тараканова. Battlefield 4 ready to play. Спасибо, Origin. Как ты вовремя. Вообще, Battlefield 4, по-моему, я играл раза четыре в нее на стриме и все. Надо бы, наверное, в нее поиграть. Соскучился. Попаду? Нет, не попаду. Надо выше поднимать мяч. Две стены просто на нахер избил. Вот сейчас попаду. Смотрите. Перекладина. Ладно. Ладно, я перестаю маяться с этими штрафными ударами. Арсенал. Тульский против Торпеда Москва. Сейчас мы отправим этих бравых 11 ребят из Тулы. Закатывать нам тульских пряников. Вкусная вещь. Вкуснейшая. У меня одноклассник пыший. Вот уж не знаю, Сурен смотрит у меня или нет. Переехал жить в Тулу. И оттуда пару раз привозил нормальных. То есть не те, которые можно здесь купить. Тульских пряников. А домашних, домашних тульских пряничков. Вкуснейшая вещь. О, какая передача. И смотрите, удар Мулина. Не теряется парень. Сначала хорошую передачу выдал. Ну, а потом на отскоке ловит мяч и бьет. Правда, выше ворот. Так вот, думайте, на этом моя история закончена на тульских пряниках. И нихренашеньки. Из раз десяти, которых он приезжал с этими самыми пряниками. Я, наверное, эти пряники попробовал всего разок. Обида. Потому что остальные разы он эти пряники до меня не довозил. Такие они были вкусными. Мулин опять ловит мяч и опять бьет поворотом. И опять нехти как точно. Да нет, на самом деле он довозил до Москвы эти пряники. Просто у меня не получалось встретиться. Поэтому я лишался возможности вновь и вновь наслаждаться этими самыми пряниками тульскими. Ладно, все, хватит о них. Сейчас у нас тульский арсенал, а не пряники. И он наметился на наши ворота. Правда, Франич в данный момент им этого сделать не позволил. Новосельцев на Багаева. Перевод неплохой. Что будет делать Багаев? Багаев на Лунгу сыграет. И правильно сделает. Тут еще и Беллидзинова подключает Лунгу. Лунгу вырывается на правом фланге в открытую вроде как зону Беллидзина. Деньярд передачу туда исполняет. Да вот только защита тоже не дремлет. Лунгу как хорошо на перехватах действует, да? Мало кто ожидал от этого футболиста именно подобных предкостей в защите. Неплохо. Беллидзинов на Лунгу. Багаев. Молин. Вера. Вновь Молин. Передача на Вера. Какая отличная! И удар! Но тут можно поблагодарить Туле 19 номера. Осипова, который сначала коленкой парировал этот выстрел, а потом еще и ногой спас ворота от рикошета. Ступней. Конечно же, не ногой, а ступней. Послав. Ой-ой-ой, это пенальти, ребят. Послав того на угловой, который как раз-таки к пенальти и привел. Сороковой номер сфалил на Лунгу. Кутин может получить желтую карточку. Эээ, дружище! Если я бы сейчас выбежал на поле и просто кадык вырвал этому судье, ребята, то за то, чтобы так и сделать. Объясните мне, пожалуйста, в каком месте... Сейчас, секундочку. Сейчас будем проверять. Может быть, я не прав. Вот. В каком месте вот это штрафной? Четко пенальти. Ну, в суде ясень-пень виднее. Знаете, что я могу сказать? Я могу сказать лишь то, что, слава богу, у нас в основе Деньяр Беллидинов. Слава богу, он в основе. Он встает у меча. Деньяр. Удар в стенку. И на нет сбрасывает он мое, слава богу. Ну, вновь Деньяр Беллидинов. Пробил как будто бы еще один штрафной. Но Филимонов на месте в данный момент. Жалко, не получилось поднять выше мяч. Чтобы уже сейчас иметь преимущество над хозяевами поля. Багаев, Талунгу. Беллидинов. В центр Мира. Там Мирзов. Опять игра в центр. Мулин. Лунгу не получит мяч, потому что Камиль ошибся с передачей. Ожидал Лунгу паса на ход. Получил за спину. Вышло у Арсенала дойти до ворот. Вышло пробить. Удар, правда, получился такой же, как у нас. В небеса. Багаев. Поэтому переживать не стоит. Стыванович. Мулин. Минус Иванович. Опять играет на Мулина. Отлично, отлично. Минус. Минус два защитника. И потом минус три. Хотел бы я сказать именно так. Но это не... Борьба. И вот этот третий защитник был вынесен... Мулином с нарушением правил. С моментами борьбы. А вот что делает Лунгу? Лунгу! Отобрал у крайнего защитника мяч, используя лишь свой корпус. Опять же, довести это дело до какого-то логического конца не получилось. Удар не вышел. Ого. Мы и так можем. С какими-то понтами. Мирзов. Надо вешать. Идет подача на дальнюю штангу. Ну, тут Филимонов, конечно же. Этот галкипер свое не упустит. Мяч у тульского арсенала. И опять Лунгу. Ну, смотрите, что творит этот парень. Передача на фланг. На Багаева. Но тут Игнатьев. Первый будет на мяче. Бельдинов на перехвате. Отлично. Лунгу. Вновь Деньяр Бельдинов. Пас на Стывановича. Дальний выстрел Стывановича. Отскок на Вера. И что тут? Положение вне игры. Считает судья. Извините за мышку. Он на рабочем столе. Ой, на экране, господи. На рабочем столе. Это сейчас он на рабочем столе. А так домаячилось. Прошу простить. Ершев у мяча. 36 минута встречи. У нас 0-0. Но, в принципе, моментов было уйма. Конечно же. Мяч в Вауте будет подавать Мирзов. Играет на Вера. Франич теряет мяч. Но тут уходит за линию поля от ноги футболиста Тулы. Стыванович. Не прошел. Мирзов. Отличный перехват. Переточина фланг. Наугу Вера. И Филимонов. Браво. С руки. На защитника посылает. Этот мяч. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Который исполняет. Мулин, ну пробивай. Что творит? Тула. Вы посмотрите. Какие ошибки. А мы воспользоваться не можем. Стыванович. Дальний выстрел. Этот парень мог положить баночку. Какие ошибки. Такими ошибками только наша игра может похвастаться. Могла похвастаться. По крайней мере в начале сезона. Куча именно подобных ошибок привели пропущенным мячам. Нашей командой. Тула пытается пробежать. Лунгу. Лунгу. Что делает Лунгу? Отнимает мяч. Устремляется вперед. Смещается в центр. Лунгу. Здесь его нагнали в центре поля. Лунгу. И тут помог. Смотрите. Потерял мяч. Отличная стеночка. Мирзов не смог намулино отыграть достойно. Сергеев. Рыжиков. В центр. Путин. И удар поворотом. Слава богу нога защитника сейчас до мяча не дотянулась. Иначе, скорее всего, это был бы печальный отскок в створ. Уже очень много и очень часто я видел подобные отскоки. Чтобы предполагать подобное. Первый тайм закончился. 0-0. К сожалению, ни одной ошибкой тульского арсенала мы воспользоваться не смогли. Очень много моментов создали. Ни один не реализовали. Очень похоже на нас сейчас. Игры параллельные. Вы можете смотреть. Точнее, результаты игр параллельных встреч. Вы можете посмотреть результаты игр параллельных встреч. Как я говорю. Волшебство слова. Чувствуете? В общем, результаты параллельных игр вы можете увидеть на своих мониторах прямо сейчас. Но единственный матч, который нас интересует, это Краснодар-Мордовия-Саранск еще не начался. Правда, после завершения нашего матча мы, скорее всего, узнаем счет. Не, скорее всего, точно узнаем счет. Узнаем, как сыграл Мордовия с Краснодаром. Уже очень хочется, чтобы Мордовия одолела Краснодарский клуб. Но слабо в это верится, если честно. Но на второй тайм. Отлично. Это Франич. Неплохо сыграл. А вот Мирзов натворил. Бед! Так привозил только Арсенал в конце первого тайма. Прошу прощения. Франич на Мирзова. Вера. Подбросить должным образом на Белезинова не вышло. Попал он в защитника. Ну, смотрите. Это было очень красиво. Потеряли футболиста Тульского Арсенала и позволили ему пробить. Слава богу, все закончилось хорошо для нас. Вера не проходит передача на Лунгу. Ботинов. Ходит ближе к концу поля. Отыгрывает назад. Вот сейчас хороший навес! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Браво, Живнов! Просто какой-то мертвый сейв сделал. Мирзов! Ну что с тобой, парень? Что-то он как-то напрашивается, да? На заменку. Убили ледийного туда. Франич. Мирзов. Да, и сейчас не смог пройти. Казалось бы, все для тебя сделали. Но нет. Тула. И все, вдвоем они с Франичем пропускают Сергеева. Выполняет навес. Непонятно куда. Перевод какой-то получился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Помешал защитник сейчас голкиперу. А это обсайд. Это положение вне игры. Ну и мы меняем. Мирзова. Что-то как-то он выходит из игры. Выбывает из-за боймы. Как хотите, понимаете. Тимащука поставлю сейчас на это место. Вот он тоже меняет. Базанов вместо него выйдет. Слежили сейчас атаку. Беллидинов. Тимащук. Беллидинов. И проходит вот эта пяточка. Тимащук. Ой, прошу прощения. Франич, господи. Какой Тимащук. На Беллидиново. Вера. Вера. Вера уходит на правый фланг. Ай-яй-яй. Лест Иванович слабенько. Дружище мой, слабенько. Как же ты сейчас не закрыл-то эту зону. Двоих с Тимащуком сейчас развили по разным углам. Франич на Беллидиново. Отличная игра на Мулино. Передача вперед. На Вера. Тут защита. Не можем подойти к воротам во втором тайме. Ты посмотри. Мулин. Какая-то у нас черная дыра на левом фланге, если честно. Просто кто не попадает, тот хреново начинает играть. Вот теперь и... Беллидинов. Мешает скорее. Хотя вот сейчас хорошо сыграли. Вера. Беллидинов. Вот опять вот. Но все же хорошо. Но неплохо. Сыграй вот просто немножко понадежнее. И все. Мулин. Браво. Тимащук. Еще лучше. Вера. Опять через этот фланг Беллидинов. Уходит в центр. Диньяр. Диньяр Беллидинов. 1-0. Вот это да. Что-что. А вот гола от Диньяра и Беллидинов я, если честно, не ожидал. Да еще какой красивый выстрел. В ближний угол. Не в дальний. Вот мне кажется, в дальний бил бы и промазал бы. Да еще и с той позиции, с которой мы его только что убрали. Четвертый гол. Забивает Диньяр Беллидинов. Был у него шанс уже в самом начале открыть счет. Со штрафного. Он им не воспользовался. Слушайте, ну нам теперь надо охладиться. И поменьше паники, наверное. Перевод отличный на Диньяра и Беллидинова. Опять через этот фланг. Диньяр. Замах. Диньяр Беллилидинов. Удар по воротам. Теперь Филимонов на страже. Сейчас он уже спасает ворота. Хотя удар был таким же, мне кажется. Ну вот, по крайней мере, по стилю. Исполнение было примерно одинаковым. Этот удар. С тем, что повел за собой гол пропущенный. Франич. Тимащук. Ай-яй-яй. Тимащук, Тимащук. Пас вот просто, ну... Ну и все, Тесак. Устремляется на фланг. Кстати, Тесак, по-моему, играл за торпеда. Ой-ой-ой. Как опасно. Лунгу. Отвратительная передача. Лунгу. Игра на вынос. Тимащуку. И фланг открытый. Беллидинов. Тимащук. Опять отвратительная передача. Ого. Ого. Это нарушение правил, которое может желтую карточку повлечь за собой. Отличный подкацт Иванович. Мулин. Мулин с мячом. Летает вперед. Две минуты добавляет судья. У Гавиера. Беллидинов. И потеря мяча. А тут Тимащук сквозь текстуры проходит. Просто на ура. И все. Эта каторга закончена. Дотерпелись. 1-0. Могли больше забивать. Но три очка наши. Тульский арсенал позади. Лучшим игроком встречи признан Деньяр Беллидинов. Худшим игроком среди наших баллистов Мирзов. Нет. Тимащук. Тимащук меньше играл. Но он тоже умудрился намудить там, если честно. Что ж. Неплохо. Момента действительно было здорово. Создан очень много. Очень большое количество. Итак. Краснодар. Тоже выиграли. Краснодар. 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 Опа. А вот следующую игру они сыграли в ничью. Арсенальская Тула. Тульский арсенал. Госпожа. Арсенальская Тула. Выиграли следующую игру. 22-ю. Поэтому сейчас. После этого тура. Когда у нас в соперниках. Никто иной, как ЦСКА. Мы можем осесть, ребятки. И вновь занять свое 11 место. То есть не поднимался. Не подняться вообще ни на Йоту. Зато если мы выиграем. То можем занять девятую строчку. А то и может восьмую. Там как Кубань сыграет. Как Кубань сыграет. А то и может в седьмую. Потому что Ростов тоже 29 очками. А поражений у них куда как меньше. Точнее больше. Прошу прощения. За побед у них 8. Что ж. Мы потихонечку-потихонечку. Вроде как. Из этого вязкого болота. Из этого вытягиваемся. Правда. Вот такие матчи. Как матч против ЦСКА. На нас. Нехило. Так далее. Тренер. Следующий матч очень важен. Я считаю, что Кулешов должен наступить мне место в основе. Если вы согласны. Не согласен. Мне кажется, что ты очков сыграл. Вы мне кое-что пообещали. Кстати, мои роли здесь. Вы только не вижу, чтобы обещания выполняли. Денис Воинов. Тачи ты. Привет, Босс. Я чувствую, что расту. И хочу поговорить насчет заработной платы. По-моему, за текущий вклад в игру команды я достану получать больше денег. Я буду очень рад, если вы взглянете на мой контракт. Да я так и раз. Ну, блин, денег нету, дружище. Губьера. У меня нету бабок. Прости, дружище. Ребята, матч против ЦСКА. Вот что нас ждет. Вот что нас ждет. Ох, сыграем. Сыграем, конечно. Как тому ЦСКА дела? На пятом месте я сейчас. Борьба за такую еврозону, которая позволит им выйти в Еврокубке. Зенит на первом месте. Интересно. Что ж, ладно. Будем прощаться. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова